Аль-Ауам ибн Хавшаб относительно своего сына Айсы говорил, клянусь Аллахом, увидеть Айсу сидящим с музыкантом и пьяницей предпочтительнее для меня, чем увидеть его находящимся среди перевернцев нововведений. И таких слов... Что ты такое? Хаву Аданду, да? Ко мне десятки людей вчера и сегодня подходят, пишут в соцсетях, просят меня, чтобы я сказал, что ты такое. Во главе, конечно же, с муфтием, кадыровским муфтием, с Аллахом Межиевым, они сейчас везде говорят только обо мне, постят только меня. Муфтияд разбушевался, кадыровский муфтияд имеется в виду. Сейчас во всех пабликах всяких вот этих вот имамов, мечетей, имамов сел, мул каких-то кадыровских, около духовенских организаций, в общем, все вот эти вот какие-то левые непонятные еретики, во главе, конечно же, с муфтием, кадыровским муфтием, с Аллахом Межиевым, они сейчас везде говорят только обо мне, постят только меня. Вот прошедшую пятницу во всех мечетях Чечни говорили только обо мне, все проповеди пятничные были посвящены мне, поэтому я назвал эту тему «Муфтияд разбушевался». И их разбушевало то, что я в позапрошлом своем эфире сказал о том, что для меня любимее тот человек, который употребляет алкоголь, прелюбодействует, допустим, он для меня любимее, чем тот человек, который исповедует нововведенческие обряды. И вот эти вот слова их очень сильно возмутили, привели их в бешенство, и они везде их постят, везде говорят о том, что сказал, что ему там наркоман-алкоголик ближе, чем усердствующий в поклонении, приверженец своих страстей, приверженец нововведений. Ассаламу алейкум. В самом начале я хочу заранее извиниться перед чеченцами за то, что покажу некоторые вырезки из видео польского отморозка Абдурахманова. В этом видео он произносит слова, которые никто из чеченцев никогда за всю историю не позволял себе произносить. Никто и никогда. И для меня, для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман, так кто угодно, он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикры, маулида и так далее. Как можно сказать, что любой наркоман, алкоголик, кто угодно лучше, чем мусульманин, зикрам, воздающий хвалу Всевышнему? Или что наркоман или алкоголик лучше мусульманина, читающего маулид? Как можно говорить, что любой наркопритон лучше, чем место, где читается маулид? А ведь на маулиде произносятся суры из священного Корана. Там произносится имя Всевышнего. Как можно такое сравнивать, тем более говорить, что наркопритон лучше, чем место, где читается маулид? Этот человек, с позволения сказать, человек похоронил себя окончательно в глазах каждого здравомыслящего чеченца. Позорище польское. Я не нуждаюсь в том, чтобы суфии как-то благосклонно ко мне относились. Я в этом не нуждаюсь. Я еще раз повторяю свои слова, что те вот эти обряды зикра, я их называю свистопляской. Когда у нас кто-то умирает, через несколько дней совершается зикр. В определенные дни читается маулид. И все это он пренебрежительно называет свистопляской, языческим праздником, на котором пьют алкоголь, дерутся, свистят и так далее. По утверждению Абдурахманова, все те, кто зовет на зикр или маулид, в чем доме читается зикр или маулид, намного хуже тех людей, которые зовут выпить водки, употребить наркотики или совершить другие грехи. Вы можете вообще понять, какую ересь несет этот человек? И он вообще не планирует остановиться. Абсолютно. Лучше человеку пойти и напиться водки. До упада напиться водки, потом еще совершить какие-нибудь другие грехи, стать наркоманом и так далее, чем совершать вот эти обряды зикра и маулида. Что ты такое? Хаву Аданду, да? Ко мне десятки людей вчера и сегодня подходят, пишут в соцсетях, просят меня, чтобы я сказал, что ты такое. А как они тебя называют, тебе лучше вообще не знать. Но я не буду говорить, что ты абсолютно мерзкая, насквозь прогнившая, по-настоящему бесстыжая, лживая и тупая человеческая особь. Сварливая, обидчивая, как некоторые базарные бабки, и злая, как бешеная собака. Потому что ты ведь сам все это прекрасно понимаешь. Я знаю точно, что ты это понимаешь. Мне сейчас придется привести некоторые слова исламских ученых, которые жили за почти полутора тысяч лет до меня, и сказали эти слова. И начнем мы с Саида Ибн Джубейра, который говорил, «Для меня любимее, чтобы мой сын дружил с нечестивцем-суннитом, чем он будет дружить с усердным в поклонении приверженцем нововведений». Это почти тысячу пятьсот лет назад сказанные слова. Более тысячи лет назад, понимаете, до Тумсо. Этот человек сказал эти слова. «Известный последователь Таби'и Абу Аль-Дауза говорил, «Для меня любимее, чтобы меня окружали обезьяны и свиньи, чем приверженцы своих страстей». Аль-Ауам Ибн Хавшаб относительно своего сына Айсы говорил, «Клянусь Аллахом, увидеть Айсу сидящим с музыкантом и пьяницей предпочтительнее для меня, чем увидеть его находящимся среди приверженцев нововведений». И таких слов очень много, их можно приводить десятками. Это слова выдающихся ученых, которые жили более тысячи лет назад. Как контрольным выстрелом мы приведем слова сподвижника, посланника Аллаха, Амириму Хусейн Аллаха, Ибн Аббаса, да будь доволен им Аллах, который говорил, самыми ненавистными деяниями для Аллаха являются нововведения. Поэтому те, кто, возможно, были введены в заблуждение этими представителями кадыровского муфтията, немножко поинтересуйтесь этой темой. Поймите, что те вещи, которые вам кажутся быть, может, не совсем понятными сейчас, из-за того, что вы не готовы к этому, у вас мало знаний, и вам кажется, что, ну, как может быть там алкоголик, человек, совершающий какие-то грехи, которые явные, мы знаем о том, что это грехи, как он может быть лучше того, кто вроде как является там чуть ли аскетом, отстранился от этого мира, постоянно посещает какие-то мероприятия, ходит в какой-то странной одежде. Вроде бы вот человек, отрешенный от этого мира, от всего такого мирского, нам кажется, что он чуть ли святой. Как он может быть хуже того, кто распивает спиртное, прелюбодействует? Может. Потому что тот, кто распивает спиртное и прелюбодействует, это тот человек, который наносит ущерб только себе. И да, он совершает большие грехи, которые ни в коем случае мы не оправдываем. Это великое бедствие. Однако это меньшее зло, чем вносить нововведения в религию и исповедовать эти нововведения. Это меньшее зло. Так как тот, кто вводит эти нововведения, исповедует эти нововведения, практикует, этот человек посягает на религию. Он наносит вред не только лишь себе. Поэтому его уровень, это совершенно иной, он гораздо хуже любого пьяницы и прелюбодея. Поэтому еще раз подписываясь под своими словами, я еще раз повторяю. Для меня любимее суннит, который пьет и прелюбодействует, чем аскет, который совершает эти обряды нововведения, практикует их. Как сказал мне мой друг, когда мне скидывали все вот эти публикации обо мне, я сказал, муфтияд мной недоволен. Мой друг улыбнулся и сказал, была бы проблема, было бы плохо, если бы этот муфтияд был бы тобой доволен. Поэтому я искренне рад тому, что я вызываю у вас такую реакцию. Моей бедой было бы, если бы я у вас ее не вызывал. Если бы я вызывал у вас довольство, это была бы беда. Поэтому хвала Аллаху, кроме которого нет божества достойного поклонения, что я вызываю у вас именно такую реакцию. Субтитры подогнал Игорь Негода.